Где будут они наступать? Под Херсоном или ударить на Белгород, допустим? Я не знаю. Могут ударить Запорожье. Опять же, вот это направление Гуляй-Поле, Пологи, Васильевка, оно тоже весьма уязвимо для серьезных атак. И тоже прикрыто, в общем-то, не очень-то сильно с нашей стороны. О чем противнику прекрасно благодаря космической проразведке известно. Отношение, а вернее ненависть Путина к Украине не изменилось. Руководство Украины, сегодняшнее руководство, сегодняшняя Украина явно недружественное к нам. Всем хочу напомнить его статью об историческом единстве русских и украинцев, так называемую историческую. В ней он отрицал и существование украинского государства, которое изобрел австро-венгерский штаб и большевики, и существование самого украинского народа. Мол, нет никакого украинского народа. Мы – один народ. И все. Вот эта статья, особенно ее версия, написана на украинском языке. Как вы думаете, кому она адресована? Ведь в Украине всерьез никто этот бред Путина уже не воспринимает. По-моему, вы ее недооцениваете. Я не согласен с вашим последним тезем, что это такое оправдание аннексии Крыма и Донбасса. Нет, это программа следующих территориальных притязаний. Вы правы в том, что ничего нового в ней нет, но согласитесь, впервые с такой эмоциональной интенсивностью вот все эти стандартные мифы об австро-венгрии, Троцком и Ленине, которые изобрели Украину, ни разу еще не были так представлены. И, видимо, дана установка, я просматриваю как раз перед нашим эфиром, ну, все российские каналы, конечно, только о ней говорят. И знаете, что основное мем? Это последнее предупреждение Украине. Вот я так и читаю. Давайте забудем о всех предыдущих мифах и вот возьмем эту статью как отдельный документ. Но это же хуже, чем объявление войны. Это отрицание существования и украинского государства, и украинского народа. Это обвинение в каком-то грабеже каких-то огромных кусков российской территории. В том, что вы совершенно правы, что это абсолютно не действует на украинскую территорию. И тому есть доказательства. Вот в той же программе, знаменитой Скобеевой, немедленно включившейся, они включили украинского политолога. Он довольно известен у вас, Вадим Карасев. Он не вылезает с кремлевских каналов и, в общем, очень близкую к Кремлю по многим позициям мнение разделяет. Так он набросился на них, отрицая все эти тезисы. Если на Карасева эта статья провела такое впечатление, как красная тряпка на быка, что говорить о нормальных украинцах. Но я думаю, что даже такой безумный маньяк, как Путин, понял, что захватить всю Украину ему не удастся. После провала Блицкрига эта задача уже невыполнима. Но перед ним сейчас стала другая проблема. Как удержать собственную власть? Как продать населению какое-то подобие победы? Ну хоть это. Он понимает, что с поступления масштабного количества западного оружия украинская армия перейдет в контрнаступление и ни о какой мифической победе говорить уже будет невозможно. Поэтому сейчас его тактическая задача, пока его вооруженные силы на Донбассе потихонечку еще ползут вперед, захватить максимально возможное количество населенных пунктов. Скажем, еще один город. Его максимальная цель взять Славянск. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. А потом снова мобилизовать всю его агентуру для того, чтобы навязать перемирие. Прекращение огня с сохранением им значительной части не только территории Донбасса, но теперь вот и кусочков Херсонской и Запорожской областей. И это у Путина еще не все. И продать это населению как свою победу. Вот такой у него сейчас план. Ну как вам мой планчик? Хороший планчик. Ну чего еще? В расчетах Кремля Эншпилем будет взятие Славянска. И на инерции этого успеха навязывание снова прекращение огня. По существу раздел Украины. Украина имени Владимира Ильича Ленина. Так что благодарите Америку. Для поднятия боевого духа российских солдат им доказывают, что они воюют не с вооруженными силами Украины, а с нацистами. При этом на контракт в российскую армию принимают тех, кто сам оказывается поклонником идеологии Третьего рейха. Издание «Медуза», признанное в России иноагентом, рассказывает о нескольких подобных историях. Это Антон Раевский, принимал участие в боевых действиях на Донбассе в 2014-2015 годах. В нулевые мужчина состоял в трех националистических организациях России. В своих социальных сетях он выкладывал фото, где видны его татуировки в виде свастики. И, судя по переписке, в 2022-м вновь вернулся на войну с Украиной. А это Глеб Эрвье, российский журналист, который после 24 февраля стал военкором РИА Новости. На затылке у мужчины вытатуирована эмблема итальянской фашистской партии Муссолини. Они исповедуют идеологию сильной руки. И таким видимым признаком или видимым символом этой сильной руки они видят нацистскую Германию. Они видят, что сильная рука, идеология белой расы и так далее и тому подобное, она лучше всего описана в нацистских символах. Собственно, поэтому мы и наблюдаем эту нацистскую идеологию в видимом изображении на телах в виде татуировок или каких-то символов, или на фотографиях и других носителях информации среди тех, кто участвует в боевых действиях на территории Украины. Такова структура Российской Федерации. На сегодняшний день Российская Федерация – это диктатура. Это диктатура, причем вот сейчас там некоторые политологи еще спорят, но большинство сходится на мнении, что это страна, которая построила русский фашизм. А в фашистской стране с фашистским строем по-другому нельзя заставить людей. Есть группа людей мотивированных, идеологов. Они их пытаются сегодня собрать, но, как оказалось, их очень мало. Данную военно-специальную операцию набираются граждане, прошедшую службу по призыву в возрасте до 50 лет, с заключением контракта от трех месяцев. Значит, необходимо иметь хорошее здоровье, желание. В какой-то момент войска побегут, и тогда политическое руководство будет принимать какие-то меры. Либо пытаться посадить нас за стол переговоров, но тогда у нас будет жесткая и твердая переговорная позиция. Мы можем диктовать условия, или мы продолжим наступление. Либо это может спровоцировать смену политической элиты в Российской Федерации. Потому что никто не будет стоять под знаменами проигравшего вождя. Потому что кто с нами будет разговаривать, если мы не одержим победу? Как мы можем претендовать на лидерство, если мы не одержим победу? Редактор субтитров А.Семкин